Оформление студии программы «Новый день» Это я, друзья! Здравствуйте! 27 сентября, пятница на дворе, это «Новый день». Добрый день, дорогие телезрители! И несмотря на то, что на улице заметно похолодало, это не повод грустить, ведь у нас сегодня огромное количество праздников. Да, так вот сегодня отмечается Всемирный день туризма. И когда путешествовать, как не осенью, когда тем более такая красивая осень, у нас в регионе это все ощущается еще более ярко, потому что у нас рядом Байкал. Ну и вообще, когда идешь или едешь по дороге, которая занесена желтыми листьями, навевается вот это настроение, сразу вспоминаешь стихи. Какие стихи ты вспоминаешь? Пушкина. Какие? Ну-ка. Мороз и солнце день. Валерий, подготовился. Также 27 числа у нас отмечается День дошкольного работника. Я очень сильно с приятными воспоминаниями вспоминаю своих нянечку-воспитательниц, музыкального работника. Кстати, к нам в гости сегодня придет яркий представитель дошкольного образования. Я думаю, мы с ним успеем еще пообщаться. Ну и, конечно же, сегодня в выпуске вас ожидает крутая подборка фильмов о космосе с Иваном Шмелевым. Также гороскоп от Данила Недельского. И прямо сейчас неизменная наша постоянная рубрика Вероники Кондратьевой. Ну и денек. Всем привет! На ваших календарях 27 сентября. А значит, самое время поговорить о подарках. Почему? Все просто. Сегодня мы отмечаем День подарков миру. Если бы вам сказали сделать подарок всей планете, чтобы вы выбрали в качестве презента. Скорее речь идет о чем-то абстрактом. На примере делай добро, следи за порядком и экологией и так далее. А вот в 1992 году не совсем миру, но Иркутской области был сделан подарок. 55 инвалидных колясок из-за рубежа добыла служба социальной защиты. Уже 70 инвалидов получили в подарок удобные коляски. Около 2 миллионов рублей потрачено на эти цели. А из-за рубежа, видимо, потому что их коляски более продуманные и удобные для человека с ограниченными возможностями. Или у нас в те годы не было своего производства? Интересный вопрос. Вот вам и пример добрых дел и заботи о тех, кто в ней нуждается. Так же считали студенты 4 курса в 81 году. Поддерживая инициативу «Правды», студенты строительного техникума в числе 14 человек вносят в фонд постройки дирижабля 2,5% от месячной контрактации. Вот интересно, как это выглядело. Собираются студенты и давай обсуждать. Мол, кому будем помогать? Детям? Нет. Животным? Нет. А может, удивим? О, давайте поддержим советское дирижаблестроение. Однозначно так и было. Ну и напоследок расскажу еще об одной помощи. На этот раз с животным. Глава администрации Усть-Ордынского округа подписал распоряжение на выделение средств владельцам коров в размере 1,25 миллиона рублей. Почти 36 тысяч коров насчитывается в округе. Интересно, почему коровы? Ведь есть курицы, свиньи, лошади. Выделенные деньги пойдут на постройку пастбищ. Все-таки для их района скотоводство важная часть экономики. А вы уже решили, какой подарок преподнесете миру? Начинайте с малого. Сделайте презент вашему городу или району. А каким он будет, решать вам. В начале программы мы упомянули о том, что сегодня отмечается Всемирный день туризма. И перед тем, как мы перейдем к интересным фактам о туризме, мы хотим показать вам видео нашего земляка. Вадима. Данилова. Это заядлый путешественник, спортсмен и видеооператор. Вадим путешествует по всей области и снимает интересные видео, которые мы сейчас вам покажем. Вадим путешествует по всей области и снимает интересные видео. Ну, слушайте, очень красиво. Вот когда смотришь, это как будто какие-то кадры голливудских фильмов. Особенно красиво это воздушные шары. Я мечтаю покататься на воздушном шаре. Ник, ты как? Я, кстати, тоже. Я где-то даже видела в интернете картинки, где фотографируется молодая пара. И сзади вот эта застывшая куча шаров. Я сейчас расскажу, как это было. Она мне скидывает эту картинку. Там чувак делает предложение. Ну, и такая, типа, смотри, как классно. А ты такой, не, мне не нравятся эти шары. Не мой вид отдыха. Я так и написал. И к интересным фактам. Так, например, самая дорогая поездка. Как вы думаете, где была? Где? Самая дорогая поездка на самолете или что? Ну, вот вообще, туристическая поездка. Куда была самая дорогая? В Зимбабве. Какое-то странное вопрос, Женя, очень задаешь. Вы не догадаетесь никогда, потому что это космическое путешествие. Денис Тита 20 миллионов долларов потратил, чтобы побывать в космосе. Я бы, вот если бы мне позволяли финансы, тоже бы слетал. Вообще, просто вы оба не знаете о том, что это работа и за нее, по идее, должны платить. Ну, то есть, ты слетал в космос, по идее, тебе должны заплатить, ты же космонавт. Я предлагаю, чтобы сейчас Ника рассказала нам про город с самым длинным названием в мире. Ника, держи вот отсюда его название, читай. А почему это Ника? О, господи, даже больше, чем формула химическая. Крунг, Темп, Маха, Накорн, Амон, это название ролла, что ли, какого-то? Это Асана. Ратанакасин, Махиндра, Айютая, Махадилок, Поп, Попранат. Ратчанини, Буриром, Удомрантвен, Амонпинам, господи. Авантансимп, Самкатасия, Висанукарамаса, Септики. Представляете? Из меня начал выходить злой дух. Представляете, как выглядит у них строчка в паспорте и месторождение. Это еще, это только город, а у нас есть еще больше. А вы откуда? Они такие, да блин. Ну, готовьтесь, нам нужно 20 минут. Самым популярным местом для отдыха у нас оказывается Таиланд. А вот на втором месте, как вы думаете, какая страна? Вьетнам. Ну, блин. Ну, это очень банально. Ты был в Таиланде? Нет. Ты был во Вьетнаме? Во Вьетнаме, да. Значит, и ты не был. Там и был там. Я был во Вьетнаме, я был в Таиланде. В Таиланде мне больше понравилось. Но путешествие, в которое я бы никогда не отправился, оно значится как самая опасная экскурсия. Это экскурсия в зону Чернобыльской АЭС. Да. Но я могу сказать про самую интересную экскурсию, и это не одна и та же. Дело в том, что в Мексике в парке отдыха Эко Альберто можно заказать ночную экскурсию, где можно почувствовать себя мексиканским мигрантом, пытающимся пересечь границу с Америкой. Очень круто, мне кажется. А начос там дают? Там в начос. Мне кажется, если на Вова надеть самбреро, он будет похож на мексиканца. Немножечко. А я, кстати, где-то был. Какой-то праздник у нас был тематический, а был мексиканцем. Также мы анонсировали, что сегодня, 27 сентября, отмечается профессиональный праздник работников дошкольного образования. И прямо сейчас мы приглашаем в нашу студию гостю, с которой и побеседуем на эту интересную тему. Ну, а у нас уже в гостях Татьяна Дунаева, это педагог дошкольного образования и музыкальный руководитель детского сада номер 67. Здравствуйте. 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 Татьяна, скажите, пожалуйста, что за награды такие чудесные здесь стоят на столе? Это награды, кубки, которые мы занимали, участвую в конкурсах с детьми. Супер. То есть это все детские победы? Лауреат премии, губернатор Иркутской области, лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного учреждения. Да. Здорово. Поздравляем вас. Это было в 2012 году, да? Да. Что вы делали? Вы, наверное, готовили какой-то проект, да, с которым вы и победили? Да, мы готовили проект, мы выступали, подготавливали различные мероприятия и с этими мероприятиями выходили на конкурс. То есть? Шумовые музыкальные инструменты. А, ну ложки. Тамаракасы, ложки, колокольчики, металлофоны. Ну это прям не выглядит, как будто это какой-то фон. Нет, это все в игре. Да? Потому что деревятишки маленькие, они только через игру воспринимают музыку. Здорово. Слушайте, а сколько лет вы уже занимаетесь педагогом дошкольного образования? Это очень древний, я очень древняя, 75-го года. И вы вот ни разу, у вас даже мысли не приходило в голову сменить сферу деятельности? Нет, почему? Было такое. Я уходила в музыкальную школу, работала в музыкальной школе 15 лет, преподавала аккордеон. Ух ты! Ну, а потом все равно вернулась в детский сад. То есть вы сами тоже играете много на каких инструментах? Я играю на аккордеоне. Это ваш основной? Мой основной инструмент, да. Я, насколько я знаю, у всех музыкатов несколько инструментов. Ну, фортепиано, аккордеон, да. Я помню, как у нас в детском садике на фортепиано играли. В основном фортепиано. Да, мы там ляо. Ну, фортепиано, аккордеон, как будто это одно и то же. Аккордеон это вот. Да. Это вот. Но клавиатуры-то одинаковые. А, это клавишные оба. Ну, у аккордеона с правой стороны клавиши, с левой стороны кнопочки. Ты знала об этом? Да. Я нет. В этом и отличие от гармонии. Ну, у гармошки и справа, и слева кнопочки. У баяна гармошки. Здорово. Давайте, может быть, нам попробуем что-нибудь, нас чему-то научить в форме игры. А мы сейчас возьмем. А, вы возьмете музыкальные инструменты? Да. Включим музыку? Сделаем музыку, создадим. А, сделаем музыку? Интересно. Давай. Ну, давайте что-нибудь попробуем, просто ритмическое стихотворение какое-нибудь, мы его проговорим и прохлопаем. Это реп. Будет реп. Реп. Да. Реп. Раз, два. Раз, два. Еще, еще, еще. Вы. Раз, два. Е-е-е-е-е-е, браво. Можно пить кофе. Слушайте, ну это здорово, мне понравилось. И это, кстати, на самом деле абсолютно несложно. Нет, конечно, но надо иметь чувство ритма. Так, ну что, вот такой вот у нас эксперимент получился. Расскажите, как это все происходит на детских конкурсах. Это несколько детишек, у которых тоже инструменты, да, какие-то в руках. Или за что, как происходят эти конкурсы? Ну вот здесь вы видите конкурсы солнечных лучиков, допустим. Это областной конкурс танцевального искусства. Мы с детьми готовим танцы и выступаем в Иркутске на областном конкурсе. Танцы всегда, каждый год у нас разные. Танцы помогает мне ставить заместитель заведующего по воспитательной работе Ирина Николаевна Шергина. И вообще у нас очень такой дружный коллектив, шьем костюмы, шьем сами костюмы. То есть у вас еще и театральная деятельность присутствует? Театральная деятельность – это вторая деятельность. Первая деятельность, вот эта внеурочная, это танцевальная, а вторая – это театральная. На театральной мы точно так же ставим сказку какую-то. Мы уже ставили с детьми сказку «Морозка» и сказку «Снежная королева». Интересно, те же самые репетиции сказки, чтобы заучивание слов, это же вот попробуйте вам, да? Сидите, заучивайте слова. А деткам-то это сложнее намного. А заучиваем мы все слова на репетициях, я домой не даю слова заучить. Поэтому вот в этом сложность. Ну, с помощью игры каких-то упражнений заучиваем. Татьяна Александровна, скажите, пожалуйста, по поводу наград я бы хотела узнать все-таки побольше. В каких конкурсах вы принимали участие, и вот самая любимая награда из этих у вас есть, и за что надо сказать? Они все любимые, они все дорогие. Ну, давайте с городских, наверное, начнем конкурсов. У нас ежегодно проходит городской конкурс, называется он «Ангарские звездочки», где принимают участие детские сады. И мы практически каждый год принимаем там участие. И каждый год почти выигрываете? Ну, практически, да. Каждый год практически выигрываем. Следующий конкурс, в котором мы каждый год участвуем, это областной конкурс «Солнечные лучики». Там мы тоже участвуем каждый год, и каждый год становимся лауреатами. Это вот как раз у вас награда, да, есть? Да, «Солнечные лучики», и там танцевальный конкурс. Ну, и еще один конкурс, который тоже очень дорог, это конкурс театрального мастерства. Это во дворце творчества он проходит. Он называется «По страницам любимых сказок», либо «Театральная карусель». Если по страницам любимых сказок, то он проходит в январе, а «Театральная карусель» немножечко позднее. Слушайте, ну у вас профессия, на самом деле, она очень уникальная, потому что вы как боевой солдат. Вы и медик, и психолог, и музыкант. Как вы с этим совсем справляетесь? И сценарист. И сценарист. И портной. Иной раз, да. Как вы с этим совсем справляетесь? Это же тяжело. Ну, нет, когда любишь свою работу, мне кажется, это не тяжело. Но помогает же, помогает очень много. Воспитатели помогают. Помогают методисты, помогают заведующие. Начинают заведующие, потому что все это касается финансов, когда нужно приобрести что-то, купить, те же самые для шития костюмов. Помогает заведующая. Наталья Николаевна, нам нужно, она все решает эти вопросы. Помощники, когда есть, тогда хорошо. Давайте говорим еще о еще одних помощниках, это родители. Они 100% тоже очень много помогают. И вот, может быть, дадите какой-то совет, как родителям помогать в детях развивать эту творческую жилку? Что им нужно делать? Как помогать им вот в этом, чтобы дети приходили уже талантливые? Ага, такого не бывает. Развечтал. Нет, ну, бывает, конечно, талантливые. Ну, все дети талантливые. Кто-то рассказывает хорошо декламацию, кто-то танцует, кто-то поет. Но мы родители пытаемся заинтересовать. Вот у нас проходит общее родительское собрание в начале учебного года. И мы родителям показываем, чему дети научились. Ну, конечно, показываем прошлогодние выпуски. И они видят это, они в этом заинтересованы. И когда их дети участвуют в каком-то конкурсе, вы не поверите, они все сами вместе с этими детьми, они с нами ездят в Иркутск, они помогают и костюмы шить. Они очень заинтересованы в этом. Когда видят результат. Сразу гордость за детей. Да, сразу гордость. Ой, такие молодцы, конечно, хвали. Ну что, мы хотим вам пожелать, наверное, еще больше побед. И если в следующий раз мы с вами встретимся, то чтобы на этом столе вообще не хватило места для... Ваших наград. Да, чтобы у вас обязательно каждые какие-то соревнования заканчивались как минимум хорошим результатом, а максимум, конечно, вот такой вот статуэточкой. Спасибо большое за что вы делаете. У нас в гостях была Татьяна Александровна. Это музыкальный руководитель 67-го детского сада. Спасибо вам большое. До встречи. Мы с Женей расскажем вам несколько интересных новостей, которые, ну, мы смогли найти. А, Аника покивает головой. Да. Член парламента из Франции опубликовал в Твиттере фотографию, на которой занимается альпинизмом, но вместо восторженных отзывов и комментариев получил массу троллинга. Снимок, из-за которого на члена парламента Франции Эрика Верта обрушилась волна издемок, появился в официальном аккаунте в Твиттере. На кадре политик сбирается по отвесному склону в вершину в Альпах и гласит подпись «Всегда принимаю вызов». На первый взгляд может показаться, что политик действительно рискует жизнью, но дотошные пользователи Твиттера мигом заметили на фото детали, показавшиеся им подозрительными. Ну, во-первых, молния на застежке, которая игнорирует гравитацию и свисает по направлению горы, и два приятеля, которые идут позади, прямо по вот этому отвесному склону, попали в кадр. Стало понятно, что на самом деле он не взбирался по склону, а сфотографировался на четвереньках, а потом перевернул кадр. Я просто хочу продолжить тему политики, раз уже не начал. Дело в том, что экс-генпрокурор Румынии Лаура Кьёвещи, ну, никто же не знает, как ее зовут, да? Стала главным прокурором Евросоюза. Власть у Румынии не рада ее назначению, ведь на родине Лаура завела более тысячи дел на коррупционеров, посадила брата... Брата? Президента. Брата президента, нескольких министров, судей и мэров. При этом, благодаря ей в бюджет вернулись 688 миллионов евро. Лаура, вернись! Добро пожаловать, хочется сказать, к нам в России. Ну вот, а вы женщин попрекаете. Ой, ну если про политику, дайте я тогда тоже новость в тему. Торжественная церемония в честь установки новых окон и балконных дверей состоялась в детском саду села Айкино в республике Коми. В торжественной обстановке были перерезаны красные ленточки в честь установки новых 6 окон и 12 балконных дверей, которые будут создавать тепло и уют в детском саду. В церемонии принимали участие ряд местных чиновников, заведующие детским садом и члены родительского комитета. Представляешь, они просто поставили рамы и перерезали ленточку, как будто они сделали что-то невероятное. Я знаю почему. Почему? Потому что, скорее всего, фирма по окнам – это какая-нибудь фирма родственника какого-нибудь главного чувака, и надо было порекламировать. Мне кажется, просто в следующий раз они будут выносить кашу детям и будут тоже развязать ленточку. Может быть, это просто был какой-то особенный садик? Какие люди в селе Айкино мы так и не разобрались, но какие люди в Голливуде мы узнаем из нашей следующей рубрики. Всем любителям кино привет! Я Иван Шмелев, киноман со стажем. И сегодня мы с вами полетаем! 26 сентября на экранах «Страны и мира» вновь триумф большого космоса, премьера фантастического триллера «К звездам». О самом фильме вам уже рассказал Василий Татаров, а я расскажу о самых бомбических фильмах о космосе и сколько стоит снять кино типа «Интерстеллар». Космический полет Брэда Питта сменил поиски вечной истины в пространстве и времени Мэтью МакКонахи. Триллер «К звездам» призван стать одним из самых зрелищных фильмов о мире космоса после «Интерстеллара». Рейтинг картины зашкаливает. А вот как его оценят зрители, узнаем из ваших отзывов на наших страницах в соцсетях. На этот раз никаких кротовых нор, иных галактик, планетарных систем. Немного скучно? Может быть. Но, честно говоря, мы свою-то Солнечную систему не изучили, поэтому другие галактики для нас абсолютная фантастика. Очень крутым фильмом о полетах в космос для меня стал фильм «Пассажиры», где два героя застряли по пути с Земли на другую планету в далекой галактике. Шикарно снят фильм. Хотя есть там сомнительные моменты. Фантастическая драма «Пассажиры» вышла в декабре 2016 года и победила в прокате все елки, Дед Морозов и печально известного викинга. А сколько было негативной критики. Сценарий фильма рождался долгих 10 лет. Норвежский режиссер Мортон Тильдум начал работу над фильмом совершенно случайно. В ходе беседы с продюсером ему показали многострадальный сценарий пассажиров и режиссер буквально загорелся этой идеей. Изначально бюджет фильма оценивался в 35 миллионов долларов, но по факту получилось 110 миллионов. Кстати, это едва ли не единственный случай в мировом кинематографе, где актриса Дженнифер Лоуренс получила больше гонорар, чем актер Крис Пратт. Обычно мужчинам платят больше. Обалденная сцена, где оба героя падают в космическую бездну. Так красиво показан космос, пожалуй, как ни в одном другом фильме. Практически трехчасовой Интерстеллар тоже шикарно показывает межгалактические полеты и тоже оставляет массу вопросов. Наши зрители назвали фильм Кристофера Нолана слишком затянутым и слишком заумным, но это оправдано. В фильме действительно много терминов и понятий из теории астрофизики. Режиссер следовал основному правилу – ничто не нарушит установленные физические законы. Этот фильм стоил 165 миллионов долларов, но и принес в кассу в три раза больше. Некоторые кадры требовали до 100 часов компьютерной графики. Благодаря этому американский астроном Кип Торм, который был научным консультантом в работе над фильмом, написал и защитил два доклада. Один для астрофизики и один для сообщества компьютерной графики. Для сцены кукурузного поля Кристофер Нолан стремился вырастить 500 акров кукурузы. Затем она была продана и тоже получила прибыль. Музыка к фильму тоже уникальна. Ее написал Ханс Циммер специально для этой картины. Причем писалась она без сценария, на чистой фантазии композитора. И подошла идеально. Об Интерстелларе можно говорить часами. Это действительно новое слово в истории кино. Ну и наши кинематографисты могут снять достойное зрелище. У нас богатая космическая история. И именно она берется за основу новых сценариев. Открытия, подвиги, судьбы людей. Все это благодатная почва для творчества. Жаль, что денег у нас немного. Ну или грамотно использовать мы их не умеем. В 2017 году своеобразный рекорд поставил фильм «Салют-7» о спасении советской космической станции. Эта работа стоила 400 миллионов рублей и принесла более 800 миллионов. Вполне удачно. Исполнители главных ролей Павел Деревянко и Владимир Вдовиченков прошли серьезные тренировки в условиях, приближенных к космосу. Премьера фильма прошла в Кремлевском дворце, где 6 тысяч зрителей аплодировали стоя. Жаль, что дальше нашей страны фильм так и не ушел. Он был показан в США и других странах, но ожидаемого бума, к сожалению, не сделал. Я считаю, что причиной этому очень плохой маркетинг, в отличие от Голливуда. Тот же фильм к звездам был гораздо больше прорекламирован, даже в нашей стране. Смотрите хорошее кино и не только о космосе. Задавайте нам вопросы в соцсетях и пишите мне лично, если хотите, чтобы я о чем-то вам рассказал. А я прощаюсь с вами и увидимся в кинозале. Ну что ж, а мы продолжаем. Прямо сейчас у нас есть несколько фразеологизмов, и мы вновь попробуем, чтобы ребята отгадали, откуда эти фразеологизмы появились и что же они значат. Давайте, первый, где раки зимой, Жень? Я думаю, ну это знаешь, когда... Никто же не знает, где раки зимой, потому что замерзает же все. Что они делают вообще? Куда они уходят? Можно было также сказать, где дети у гулек? Вот так же. Где дети у гуляк? На крышах. У голубей. Или тогда где... Бюджет Иркутска. Где дороги? Где раки зимуют, это надо спросить у тебя. Ты же у нас рак по гороскопу. А по поводу зимуют, это можно как-нибудь... Жене Зимник, раки зимуют. Вы должны знать, ведь что-то знаете, я не в теме, да? Да. Классно, да? Ну давай рассказывай. Давай рак рассказываю. В старину раков, суеверные люди, считали таинственными животными. И узнать речью... Ты учишься читать? У вас это очень непонятно написано. Узнать рачью зимовку считалось делом очень трудным. Выражение «я ему покажу, где раки зимуют» употреблялось, как угроза. Покажу то, чего никто не знает. Интересно. Раньше зимовка смешно звучит. Сморозить, ну... Ну это же вообще изи. Ну, скорее всего, от корень мороз. Что значит, холода. Скорее всего, вводить в какой-то ступор. И сморозить ввести в какой-то, типа... Замереть якобы. То есть сказать что-то, что человека введет в ступор. Или, как это по-научному, синдром овцы. Ты что, не знаешь, что такое? Когда сильно очень пугают, такое... Кстати, некоторые животные, даже говорят некоторые люди такие, есть с таким синдромом. Когда при виде опасности, каких-то критических ситуаций, они просто замирают. В смысле некоторые? Ты когда переходишь дорогу, и машина резко появляется, и вот так делаешь. Как бы, по идее, нужно либо бежать, либо назад. Мне кажется, у меня точно синдром овцы. Сейчас мы на секунду перенеслись на кухню семейства быстрых. Мы готовы узнать правильный ответ. Ты сам-то скажи, мороз. Ну, Дед Мороз приходил и дарил не то, что нужно, и говорили. Ну, ты сморозил. Все, на самом деле, гораздо прозаичнее, мои дорогие ученики. В дореволюционных гимназиях изучали греческий язык. И от реплик учителей греческого языка «мороз», что означало по-русски «глупо-глупость», образовалось слово «сморозить», что означает «сказать глупость». Как вы поняли, Вова записался на курсы актерского мастерства. Как вы поняли, они ему не помогают. А мы напоминаем, что мы проводим конкурс «Золотая пара», в котором могут участвовать пары, которые прожили в браке более 30 лет вместе. Утреннее шоу «Новый день» на телеканале «Актис» объявляет конкурс «Золотая пара», посвященный Дню мудрости и пожилого человека. Молодость зелена, советское время. Он мужчина-стержень, она женщина-мечта. Вот так встретились и больше не расставались, несмотря на сложности в характерах и разные интересы. Если вы та пара, о которой можно так сказать, если вы пара, на которую равняются ваши дети, внуки и друзья, если вы те супруги, которые в браке больше 30 лет, то вы смело можете стать участником конкурса «Золотая пара». Отправляйте свою историю со свадебной фотографией на почту программы «Новый день». Не забудьте прикрепить фотографию свидетельства о заключении брака. Участников, которые пройдут кастинг, ждут интересные испытания, море подарков и положительных эмоций. Награждение пройдет в съемочном павильоне программы «Новый день» на телеканале «Актис». Помимо всего прочего, мы также разыгрываем билеты в фитнес-клуб и скоро будем разыгрывать билеты на концерт Егора Крида. Ну а сегодня мы разговаривали с вами про путешествия и вспоминали Вьетнам. И вот знаете, Сильвестр Сталлоне до сих пор удивляется, почему ему не дают визу во Вьетнам. Ну а мы на этом завершаем нашу программу. Это была передача «Новый день». Вероника Кондратьева, Евгений Зимник, Сморозить, Владимир Быстрых. До новых встреч. До свидания.